Торжественный и долгожданный момент. Ленточка перерезана, ключи получены. 10 семей сегодня отмечают новоселье. Все они купили квартиры по программе господдержки. Среди тех, кто успел в этом году воспользоваться программой «Семья Батардиновых». Мы участвовали в программе «Материнская поддержка» и «По господдержка». То есть президентская какая-то программа, там ипотека под 6%. Так до этого рассматривали старый фонд, а с таким процентом мы решили попробовать новоселье. Да. Материнский капитал, губернаторская и военные ипотеки. Только часть стимулирующих программ на покупку нового жилья. Господдержкой воспользовались уже более полутора тысяч семей и работников в социальной сфере. Приобрести квартиру по выгодной сне с этого года могут и специалисты авиастроительной отрасли. Мы на сегодняшний день по воду жилья находимся на уровне 585 тысяч квадратных метров. То есть мы идем пока с опережением плана. То есть у нас на сегодняшний день в отношении, скажем так, планов на этот год идет опережение порядка 90 тысяч квадратных метров. Показатели растут, однако в регионе есть и долгострои, их более 20. Только в этом году обанкротились 9 застройщиков. Тысячи дольщиков в режиме ожидания. В 2020-м регион заключил соглашение с Федеральным фондом защиты прав участников долевого строительства. На достройку шести домов выделили более миллиарда рублей, плюс 300 миллионов из областного бюджета. Сейчас каждый дом проходит экспертизу, но есть и первый объект, дом на красноармейской сроке строительства которого уже известны. Наблюдательный совет состоялся. Это первый дом Турьяновской области, который вошел в программу подписанного вами соглашения. На Красноармейской. На Красноармейской, да. Теперь все, мы уже юридически сейчас ждем протокола и начинаем свою работу по подготовке процесса достройки. Дом планируют сдать в конце 2021 года. Марина Тимофеева, Валерий Клочков, репортер 73.